В Сирии воздушно-космические войска России наносят новые удары по позициям боевиков. В числе наземных целей оказались командно-наблюдательные пункты, замаскированные хранилища боеприпасов провинции Идлиб. А в районе Алеппо цех по производству радиоуправляемых фугасов и склад со взрывчатыми веществами. Всего за сутки атакам наших военных самолетов подверглись 83 объекта. Между тем, ни одно из сирийских вооруженных формирований, которые Вашингтон называет оппозиционными, так и не получило боеприпасы, сброшенные военно-транспортными самолетами США. Полторы недели назад. Об этом сообщает американское издание News & Observer. Журналисты поговорили с лидерами двух ведущих группировок, прошедших проверку на лояльность штатам. Они, как утверждается, собирались атаковать боевиков так называемого исламского государства, запрещенного в России. Но 50 тонн снарядов словно растворились в воздухе. По мнению экспертов, есть все основания предполагать, что они попали к террористам. Западная пресса также пишет об активной вербовке наемников в Европе. Особый интерес экстремисты проявляют к Бельгии. Больше 200 граждан этой страны воюют сейчас в Сирии на стороне террористов. При этом спросом пользуются медики и IT-специалисты. За каждого платят до 9 тысяч евро.